В Ухте выбрали Учителя года. Это второй этап муниципального конкурса, участники которого педагоги, которые ранее одержали победу в своих школах. Виктория Науменко, состязание. На первом этапе учителям пришлось занять место школьников и написать предметную олимпиаду. На втором 10 победителей презентовали свои педагогические идеи и методики. Среди участников преподаватели самых разных дисциплин – математики, информатики, русского языка, изобразительного искусства. Идеи тоже разнообразные. Для формирования информационной компетентности учащихся используют различные методы и приемы, как в урочной, так и в неурочной деятельности. Приемы могут быть включены в различные этапы урока. Этап актуализации, смысловая часть урока, ну и на этап рефлексии. Как повысить мотивацию у обучающихся с ОВЗ? Для себя я поставила цель – создать условия, позволяющие учащимся с ОВЗ овладеть навыками учебной мотивации. Для того, чтобы учащийся с ОВЗ по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и внутренне приняты им. Счета выбраны на тему актуальны, так как игровая технология, рассчитанная на активные методы обучения, универсальна, потому что ее использование целесообразно не только в урочной деятельности на его этапах, но и во внеурочной. Многие преподаватели уже не первый год пробуют свои силы. Для них это возможность профессионального развития и всегда мощный стимул для самообразования. Как утверждает известный литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский, «Кто не идет вперед, тот идет назад». Именно поэтому, желая постоянно идти вперед, я приняла решение участвовать в данном конкурсе. Конкурс «Учитель года» — это прежде всего профессиональные контакты и возможность открыть новые методики и приемы в образовательном процессе и поделиться ими с педагогическим сообществом. В этом году решили сделать акцент на обращении к проверенным традициям образования. Сегодня мы говорим о том, что тема не случайно выбрана именно такая, конкурса, поскольку именно обращаясь к старым традициям, мы можем сегодня создавать что-то новое. И вот, представляя свои педагогические идеи, наши конкурсанты сегодня пытаются это сделать. Эта презентация — теоретическая часть второго этапа конкурса. На практике уже представленные идеи участники продемонстрируют на открытых уроках. Третий этап стартует в начале ноября. Финалисты проведут там мастер-классы, а победители представят Ухту уже на республиканском этапе конкурса. Виктория Науменко, Александр Миронов, Юрген, Ухта. Ухта пополнилась 64 кадетами. Посвящение прошло в городском доме молодежи. А присягу принесли ученики 5-х, 6-х и 10-х классов школы номер 18. Именно на ее базе по инициативе директора в городе начали возрождать кадетское движение. На торжественном мероприятии также присутствовали представители городской администрации, МВД, Советы ветеранов, атаманы казачьих обществ, Игумен Корнилий и директор Ухтинского индустриального института. Вы знаете, что ваша школа и Ухтинский государственный технический университет заключили соглашение в сотрудничестве. Вы знаете, что в нашем индустриальном институте есть кадетское подразделение. Поэтому мы с радостью ждем тех ребят, которые изъявят желание продолжить свое обучение в стенах Ухтинского государственного технического университета и продолжить кадетское движение. При этом, как отметила заместитель начальника городского управления образования Наталья Короткова, популярность военных профессий среди ухтинских школьников растет. Так, в прошлом году в военные вузы поступили 20 выпускников. В этом, по прогнозу, их будет в два раза больше. В Ухте аферист продал пенсионерке набор кастрюль за 83 тысячи рублей. При этом их рыночная стоимость в несколько раз ниже. Как рассказала потерпевшая, эта 76-летняя местная жительница, днем ей в квартиру позвонил молодой человек. Парень оказался камевояжером, который предложил старушке купить у него набор кухонной утвари. Поверив в незнакомцу, пенсионерка передала ему деньги. А спохватилась уже позже. Сейчас, по данному факту, возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Тем временем, МВД по коме призывает всех жителей быть бдительными и предупредить престарелых родственников и знакомых о существующей опасности. Ведь часто пенсионеры бывают наивными и доверчивыми, чем и пользуются злоумышленники. Ухтинец Ержан Залилов вошел в четверку лучших бойцов реалити-шоу «Бой в большом городе». Так, в четвертьфинале Ухтинец в первом раунде нокаутировал призеры чемпионата Европы, члена молодежной сборной России Никиту Степанова. Напомним, шоу сейчас проходит на одном из федеральных каналов. Главная мечта, в которую ты веришь, она мотивирует тебя вставать, бежать, работать. И так изо дня в день. Я приехал в Ухту в 2012 году, поступил в университет. Моя цель была стать нефтяником. И бокс никак не входил, конечно, в мои планы. Поначалу, конечно, нелегко было. Никого я не знал, никто меня не знал. Приходилось есть раз в день, так как стипендию было всего лишь 2-300. И вот на этом ресурсе я и тренировался около года. При этом, как отмечает тренер Залилова, Алексей Тиранов, его подопечного уже заметили несколько промоутерских компаний. А один из организаторов проекта, президент компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, прозвал «Ержана» и вовсе маленькой ракетой. Лесный отзыв вполне можно считать намеком на то, что крупнейший спортивный промоутер готов взять ухтинского боксера под свое крыло. Отметим, что «Жемчужина Севера» с завидным постоянством являет на свет спортивных звезд. Среди них Александр Сухоруков, Фануза Кадирова, Андрей Селицов, Дмитрий Алиев. Список можно продолжить. Впрочем, за кадром всегда остаются уникальные специалисты, их тренеры, которые продолжают зачастую вести свою звезду дальше по жизни. Об одном из них наставники «Ержана Залилова» Евгений Долгов. Вот на этом месте бригада строителей возводит большую стоянку для пассажирских автобусов. Объект будет очень приличным – 90 на 30 метров. Трудятся здесь 11 человек и 2 единицы техники. Всем руководит Алексей Тиранов, прораб. Первое, что мы делаем, это смотрим объем работы на день. Это стройка, и надо все запланировать. Как ты с утра грамотно заставишь людей, дашь им материалы, которые будут работать, так у тебя день не пойдет. Вот непосредственно с 8 до 10 – это такое самое напряженное время. Охранный объект, подписываются пропуска, расставляются люди непосредственно на рабочие места и налаживается уже процесс на весь день. А день этот, как, впрочем, и любой будничный, у Алексея Тиранова, прораба и тренера по совместительству, обещает быть очень непростым. И стройка, и офис, ну и, конечно, спортзал. Но это только вечером, после шести. Со своим учеником Залиловым наставник связывается каждый день, контролирует физические кондиции, возможных визави на ринге. Это чтобы, не дай бог, соперника из другой весовой категории не поставили. Ержан – самый маленький и легкий участник шоу, говорит Алексей. А еще замечает, и в Москве, и у нас в Ухте все зависит от конкретных людей. От их отношения к жизни, спорту. К примеру, вот Байнов Сергей Михайлович, в прошлом очень перспективный борец. Ныне нет, не начальник, коллега по работе. Человек, который всегда поможет в главном деле жизни Тиранова – воспитании настоящих спортсменов. Таких сознательных не слишком много на самом деле. По пальцам пересчитать можно. Это, конечно же, ректор института УГТУ, который, держит под своим крылом Ержана, платит ему стипендию. Когда он старался и были любители, он платил ему спортивную стипендию. Сейчас мы учимся в магистратуре, вот, чтобы понимали. Учится он на пятерке, вот, старается. Это Ипполитов Виктор, это Шиманский и Денис Игорь. Прикладывают понемногу, но это вся помощь такая. Я звоню и говорю, друг, нужно там пять тысяч, нужно напечатать футболки, нужно где-то написать в газете. Вот такая помощь личная. На личной помощи при личном усердии Тиранов воспитывает, поддерживает, ускоряет по жесткой иерархической спортивной горке и Ержана Залилова, и Андрея Селицова, и много еще кого. Говорит, главное выдержать заданный темп, не делать ненужных пауз. Дайте нам только чуть-чуть воли, и мы покорим не только Россию, но и весь мир. Евгений Долгов, Олег Белькеев, Юрген Ухта. Еще о спорте. В среду, 26 октября, мини-футбольную Ухту ожидает вынесенный поединок третьего тура чемпионата против КПРФ. Он пройдет в Москве. А уже спустя два дня эти же команды встретятся в ответной игре Кубка страны, также на паркете коммунистов. Стоит отметить, что перед этим ухтинским футболистам пришлось нелегко. Во втором выездном поединке против московской Дины они не смогли ничего противопоставить более мастеровитым соперникам и в итоге уступили со счетом 0-3. Впрочем, несмотря на первый в этом сезоне матч без забитых голов, наставник Ухты Юрий Руднев остался доволен действиями своих подопечных, назвав этот результат маленьким подвигом. Ведь всего днем ранее первую встречу с Диной ухтинцы проиграли со счетом 3-9. Последние дни в соседнем Сосногорске также прошли под знаком спорта. Юные горожане играли в хоккей, а ребята постарше успешно показали себя в мини-футболе и боксе. Андрей Калиничев о спортивных достижениях. В клубе единоборств «Гладиатор» состоялось открытое первенство второй детско-юношеской спортивной школы по боксу, посвященное Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Сосногорска Ухты, Яриги и Водного. Такие соревнования проводятся регулярно, чтобы посмотреть, чему ребята научились, и чтобы мы в дальнейшем спланировали их на более высокие соревнования. А в универсальном спортивном комплексе «Метеор» состоялось первенство Республики Коми по мини-футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения, в котором приняли участие 15 команд из различных районов Республики Коми. «Для детей именно этого возраста это первое официальное соревнование, то есть до этого они играют только турниры, это уже у них соревнования, которые идут в зачет, то есть они там могут получить разряды, звания и тому подобное. Поэтому турнир достаточно важный, к тому же он первый, как я уже говорил. Поэтому и кворум участников такой достаточно представительный». В упорной борьбе хозяева соревнований завоевали первое место. Серебро досталось гостям из Ухты, замкнула тройку призеров команда из Сыктывкара. Как отметил тренер сосногорцев Денис Куликов, малое количество проходных матчей заставило команды биться за каждый гол. «На турнире было много достойных соперников и ярких игроков. Если еще раз собрать всех и сыграть вновь, места вполне могут распределиться по-другому», подытожил наставник сосногорских футболистов. Кипели спортивные страсти и в Ледовом дворце «Звездный». На корт вышли самые юные хоккеисты Сосногорска и Сыктывкара. Для многих ребят 2009-2010 годов рождения эта игра стала первой в жизни. Несмотря на то, что формально победили гости из столицы, главным результатом встречи стал первый для начинающих спортсменов игровой опыт, отметил тренер сосногорской команды Василий Дишко. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. Специально для телеканала Юрган. И это все новости, которые мы успели вам сегодня показать. Смотрите выпуски также и на сайте канала yurgan.rf. Всего доброго!